привет народ покажи варим обзорище у нас как всегда мы тут идти люблю я это дело ну по мне видно ладно в общем человек лаваш в эфире сегодня у нас корейская кухня уже неоднократно корейская кухня попадалась значит в эту рубрику потому что корейская кухня это понимаю вообще довольно трендовая история то есть если раньше там все больше японская японская сейчас как-то корейская культура очень хорошо проходит к нам сюда и людям нравится молодежи нравится все это все любят ну там успех чика-рика например да безумные вот это вот хайповая история от сергея она дала понять что как бы кори корейскую культуру мы здесь хотим видеть но при этом это как бы самая трендовая наверное история там больше такая вот инстаграмная еда тянущиеся корн доги вот эта вся история более фастфудная такая более что ли аппетитно выглядящая да в данном случае у нас сегодня заведение которое называется корин корин стейшн она называется в общем корейская станция здесь меньше про инстаграм насти больше именно вот про кухню то есть там нет вот этих вот корн догов тянущего сыра вот этого всего нет но зато много-много разных корейских блюд таких вот более классических ресторанного толка типа пи бим пап еще какие-то истории хотя и в чикорика например в том же и корень чик которые были у нас на канале там тоже это все есть но акцент не на нем не на этом сделан а у этих ребят больше как раз вот сосредоточение именно на кухню судя по всему это не знаю может быть dark kitchen может быть нет но что-то какие-то фотографии этого заведения и конкретного адреса я не нашел тем не менее возможно есть такое заведение в физическом выражении но я не нашел в общем заказ из корейской станции я уже сделал будем ждать а пока минутка саморекламы даже 30 секунд что растягивать ребят qr-код на мой телеграм-канал с экрана считали свои камеры и вашего смартфона и перешли на телеграм не смогли так сделать пошли в описании к ролику там есть ссылка на телеграм тоже перешли подписались и там с вами будем здорово вкусно и весело проводить время виталя в телеграме бывает очень-очень часто так что заходите я там все полминутки саморекламы закончились спасибо ну что я вам скажу долетела в принципе вполне здраво часика за полтора час сорок где-то вот я приехал вот такой упаковки то есть вся еда которая заказала стоимость сегодняшнего заказа около пяти шести тысяч рублей уместилась в один пакет знак как бы не очень то что за эти деньги обычно мы видим два иногда три пакета но тут пакет довольно большой довольно увесистый я должен сказать здесь у нас чек на пять тысяч сто девяносто один рубль вот такой вот у них если чё логотип я кстати это вот обычный причек и такая бумага очень очень плотная почти картон то есть лишь я могу ляпаса дать вам это ребята коричневый это транспортировочный пакет который в котором есть еще пакеты и можете обратить внимание что пакеты довольно уляпанные вот так вот видите как это все выглядит то есть тут что-то где-то потекло какие-то соусы внутри дали маху и вот внизу прям мы видим что там довольно неприятно нас неприятный нас ждет сюрприз не такая на самом деле катастрофа более-менее тут немного протекло но что-то все равно протекло элементы соусности есть естественно мне хотелось бы вот здесь вот у меня влажненько да и вот здесь вот немножко тоже грязь от соуса осталось я бы хотел протереть я это сделаю безусловно знаете что произойдет после того как я вот это вот все сделаю у меня закончатся салфетки 1 салфетка конечно корейская кухня это не китайская кухня там немножко поскромнее соусами войны как всегда как всегда и талия дебил вот они еще салфетки есть есть еще салфетки три палочки и и две вилочки вопрос снимается я просто думал реально одна салфетка она как-то отдельно отдельно лежала чё к чему непонятно так что по упаковке смотрите довольно прикольные боксы они такие большие то есть большие боксы причем увесистые довольно блюдо и на каждом боксе есть надпись что внутри даже вот смотрите есть некий подарок морская капуста даже значок подарка видите даже он подписан ну что ребят корейская станция давайте посмотрим пока я должен заметить нет никаких запахов то есть все запечатано и вот какой-то ароматики от того что мы сейчас будем с вами пробовать я вообще не чувствую абсолютно по температуре если вас интересует блюдо приехали в термосумке в принципе объем их такой что ну это сохраняет тепло по-любому сейчас уже какое-то время прошло то есть я не сразу обзор начал снимать но тем не менее все равно все к тепленько приехал все хорошее так ну что давайте давайте начнем с токпоке ребята токпоке это классическая корейская штука которая ну если этого нет в заведении значит это не корейское заведение токпоке это рисовые клетки с разными начинками и разными соусами блюдо здесь вот я сейчас все пока потрогал они все увесистые и это конечно прикольно общая стоимость заказа 5200 рублей вот за вот это вот все я выбрал токпоке с сыром за 700 рублей заявляется что это блюдо должно весить 520 граммов а ну-ка ну тут явно что-то подобное 600 граммов большой перевес здесь мои нелюбимые палочки круглые не ухватистые я такие не люблю равно как и токпоке в общем то я небольшой любитель но давайте посмотрим что у нас здесь сами токпоке это вот такие вот штукенцы вот эти вот яйцо большое одно яйцо внутри много овощей как бы ну и сыра вроде бы как тоже много смотри тут пекинская капуста вот такое в общем блюдо рисовые колбаски острый соус много овощей и сыра вот это токпоке 500 граммов а стоит это 700 рублей напоминаю давай будем пробовать очень похоже на какую-то тушеную капусту но с токпоками не понимаю я их но каждый раз беру и каждый раз пытаюсь понять острый соус прямо хорошо хорошо острый соус не такие разваренные токпоке как попадались мне пару раз они довольно довольно надежно плотные не слюнявые в принципе в принципе как бы вспоминая свое отношение к этому подобным блюдом ранее то что я ем сейчас мне скорее нравится по сыру я правда не очень понял мне кажется я весь сыр уже съел тут наверное моцарелла было вот сверху просто расплавлены и все то есть там больше сыра какого-то не осталось тем не менее овощей довольно много соус такой он острый повторюсь но он как будто не по-корейски по вкусу то есть вот корейский по вкусу он такой типа вот это паста кочудян острая такая с медицинским привкусом постоянно про это говорю вот здесь этого привкуса нет чтобы человек который в этом ничего не понимает а я отношу себя к людям которые ничего не понимают в корейской кухне это съел и он может быть ему не понравилось но по крайней мере он такой не не фу чё это такое чтобы вот этого не было то есть такой съел ну нормально типа сойдет до этого он ел харчо ему было остренько и вот более менее понятно и сейчас он съел вот это и примерно также это понятно как харчо вот ну я должен сказать что в принципе мне вот это блюдо скорее понравилось чем нет я когда-то высказывал мнение что токпоке типа клетки это дешманская история на самом деле стоит токпоке не так дешево я потом уже полез поизучал этот вопрос то есть токпоке они покупаются там и они не такие дешманские несмотря даже здесь по факту чё там рисовая мука до вода и все типа и все это нарезано в виде колбасок ну короче я вот отдаем будет симпатично так следующее блюдо тоже весьма характерная для корейской кухни это пи бим пап у меня на канале есть рецепты нам сто раз попадалось это блюдо это по факту по факту это салат блюдо разложенное на ингредиенты которые ты можешь смешать можешь есть по отдельности не имеет значения и сверху просто яйцо то здесь мясо тут какая-то некая корейская морковка судя по всему немножко вот кимчи огурцы стоит 539 рублей вот глядя на него я понимаю за что я плачу то здесь есть мясо есть овощи есть яйцо то есть принципе цена вот за такое блюдо меня не очень шокирует она опять-таки довольно увесистая хотя и меньше предыдущего тут 350 граммов заявляется а ну окей соблюдено говядина очень тонко нарезанная кстати вот объем видите что там еще создает там внизу рис да не будем обманываться там еще внизу рис а что же еще вот здесь а ну огурцы корейская морковка кимчи и яйцо короче 56 ингредиентов при этом в описании вот здесь вот вы его видите обратите внимание что там перечислено значит кимчи есть она у нас говядина есть огурцы есть яйца есть а вот помидоров нет где где здесь помидоры помидоры тут абсолютно отсутствует так сверху яйца еще кунжутик такое ощущение что он немножко не поджарен прям он бледный бледный как будто сырой хотя вот некоторые семена кунжута попадаются такие чуть более коричневые мы будем считать будем считать что поджарен как правильно есть пи бим пап я понятия не имею видимо вот мы должны сломать яйцо видимо мы должны это как-то замешать хотя тут перемешивать в общем-то нечего не с чем то есть был бы соус мы это все перемешали было бы понятно но все-таки наверное пи бим пап естся по отдельности морковка в составе это не морковка по-корейски это просто морковка или слегка подмаринована немножко есть что-то такое с элементами вот наши скажем советской корейской морковки а которые в корее вообще понятия не имеют такой же кориандр какой-то будто бы там есть но совсем чуть-чуть вот целом это нельзя назвать вот морковкой по-корейски в нашем понимании потому что естественно морковка по-корейски корее отношения не имеет ну такая нормальная нормальная морковка довольно миленько хрустят огурчики но они абсолютно никакие но имеется ввиду без какой то фишки знаешь бывает там битые огурцы с уксусом с острым перцем такой ну интересный вкус у них получается я их обожаю данном случае это просто обычные огурцы здесь немножко капуста кимчи острая но опять-таки прямо вот упрощенный варик упрощенный варик капуста кимчи и во вкусовом смысле и в остром смысле во всех смыслах то есть и такая европе зирована к это кимчи которую в общем-то ну понять скажем мне чуть проще чем вот мы пробовали где-то в корейском там ресторане даже в северокорейский коре мы ходили 3 дубль до кашу русского вкуса это необычно для нашего менталитета он там была кимчи вот она ну прямо вот эти вот какие-то ароматы непонятные фенхеля фигенхеля там что-то такое вот здесь она ну просто острая и довольно понятная так ну и мясо мясо все-таки по факту здесь мало потому что там внизу рис и весь объем конечно делается рисом не знаю что сказать мясо в целом не жесткая но она просто что ли вареное мясо такое ощущение просто вареное мясо и все при этом вроде как мягкая но эмоции каких-то вкусовых она не вызывает то есть просто вареное мясо честно блюдо прям вот максимально никакое пи бим папа но не то чтобы в этой реализации имеется очень в принципе я извиняюсь там если кого-то обижу там из корейцев но блюдо не яркое не интересно то есть это просто сборная солянка из разных ингредиентов которые живут отдельной жизнью то есть это не какое-то гармоничное блюдо это просто сборочка которую ты можешь поесть ну типа как вот да нет хотел сказать покида но те же самые поки всегда как правило в них какой-нибудь интересный соус который идеально подходит ко всему что вокруг то есть идея поки но интереса такого как в поки в этом блюде нет короче я бы себе пи бим папа вообще и это в частности брать бы не стал хотя может быть какой-то соус из этих к нему но я не в курсе кстати да я дочитал ребята подается с острым соусом видимо вот с этим но блин с этим соусом я бы я боюсь что я вообще не смогу ничего съесть потому что судя по всему соус выглядит очень опасно это сто процентов нет уже не такой-то он опасный а давай мы попробуем я вот так вот попробую взять этот соусец вот он реально такой соус не такой адский как вот ожидаешь от корейской кухни он острова теньки но то же время такой очень дипломатично тебя ну как бы обжигает и вкус такой приятный пожалуй мне нравится этот соус то есть вот если с мясом замешать как-то наверное это будет действительно любопытно но соуса тут немного поэтому особо эффекта от него много мы не сделаем но в мясо добавить будет хорошо ну сначала сказал нет час бы сказал тоже все равно нет но если взял то не так бы сильно страдал вот с таким соусом так ну что неплохо идем посмотрите тут еще какое-то интересное блюдо это тофу тофу с говядиной называется тофу пуком с говядиной здесь у нас значит обжаренная говядина сыром тофу луком и перцем чили подается в теплом виде рекомендуется заказывать с рисом рекомендуется заказ с рисом но я рис отдельно не заказывал то что блюдо выглядит вполне самодостаточно ребята 350 граммов должно быть по факту 389 одобряю что у нас тут все заявленное вроде бы присутствует есть говядина причем посмотрите она такими тоненькими кусочками порезана есть тофу есть тофу есть микро какие-то вкрапления зелени типа лука то есть вот судя по всему лук до перец чили еще заявлено тут явно его не видно то есть как бы вот лук видно в соусе какое блюдо это из той серии когда я понятия не имею какое оно должно быть но от этого интереснее то есть честно я вот я постоянно ругаю типа чувак ты там вот не разобрался с кухней снимаешь на на нее обзор и где-то там в терминах путаешься еще что-то делаешь да блин какого хрена институтов по обзорам не существует это я сразу говорю и самое то интересное как бы вот я простой чувак не какой-то там ресторанный критик ничего такого не дай бог вообще до обычный тип который заказал себе еды и вот обычный тип пробует необычную еду inti и высказывает свое мнение мне кажется тот самое как раз прикольное и и мне самому любопытно то есть я вот это блюдо вижу и мне любопытно какое оно по вкусу то что внешне она выглядит но в принципе в принципе прикольно то есть как бы скажем так ну слюня течет слюня течет давай попробуем туфу даже тофу кстати не безвкусный он давай любопытный у тофу какой-то это же вроде базе отчет туплю тофу же он не на молоке точно делается это же растительная штука при этом привкус как будто бы молочного белка такой есть на выдохе знаешь когда вот ну съел и чувствуется как будто но не молоко прям конечно уже ты типа какой-то вот такой привкус белка то есть не безвкусный тофу вкусный довольно он сам по себе ну и плюс соус соус опять таки острый мясо чуть жестковато ну это точно не вырезка это какая-то часть говядины которая ну жестче вырезки однозначно а любая часть говядины если не вырезка на жестче вырезки ну при этом из-за того что она очень тонко нарезана прямо очень тонко нарезана скорее все режут замороженное мясо она за счет этого получается то есть шанс что я прожую он появляется сразу если бы это мясо было бы более крупными кусками нарезана не такими тонками то это было бы фиаско ну точу мне в принципе мне симпатично от этого блюда опять-таки нет дискомфорта она более понятное такое ощущение что знаешь я как будто бы ем корейскую кухню но в которой забыли что она корейская и при этом это играет скорее даже в положительную сторону то есть я бы не сказал что вот сюда надо идти именно чтобы ощутить вкусы корейской кухни сюда надо идти если ты как раз боишься ощутить вкусы корейской кухни здесь как-то все так ну так вот гладенько то есть ну чтобы ты это съел тебе не то чтобы понравился не то чтобы не понравилось то есть вот нет такого и не отвратительно и в то же время не сказать что вау круто я попробовал корейскую кухню вот непонятно плюс это или минус я как бы буду сейчас до конца пытаться понять этот факт но блюдо опять-таки острое но не очень ароматы какие то есть специфические но они не очень но это блюдо я бы мог доесть то есть не и тофу понравился мясо в принципе несмотря на жесткость его проживать можно не так дискомфортно если тут была вырезка конечно было бы лучше но в общем ребята за 619 рублей фиг знает но наверное можно взять ну что давайте подарок попробуем да смотрите дареному коню конечно в зубы не смотрят но попробовать это блюдо я хочу это капуста морская с кунжутиком еще там немножко немножко лука такой специфический очень подарок потому что но как бы прям я знаю сильно много людей которые терпеть не могут морскую капусту хотя она очень полезная далеко ходить не надо я не люблю морскую капусту ну скажем так я и не начал любить хотя лишняя порция йода мне не помешает нормальная капуста немножко она заправлена опять-таки какими-то специфическими такими кисло остренькими штуками но совсем чуть-чуть прям совсем чуть-чуть кунжутик чуть-чуть лука съедобная штука я не знаю как к этому относиться к капуста и капуста короче вот а вот это друзья мои это довольно любопытная штука это называется мичури аль чурим чтобы это не значило я читаю с экрана потому что я не знаю как это правильно читать маринованный салат из перепелиных яиц и трех видов перца здесь правда посмотрите перепелиные яйца в каком-то соусе яйца прямо вот какие-то коричневые три вида перца я здесь не вижу я тут даже два вида перца не вижу я вижу один вот он перец чили и больше тут каких-то перцев нет составе чеснок может быть относится вот это царе чеснок и в общем и вот такие яйца охренеть маринованные перепелиные яйца веса у этого блюда нет тут и я даже не знаю что взвешивать ну то есть тут какая-то жишка и яйца сколько-то штук 1 2 3 4 5 6 7 8 8 яиц и стоит это 3 289 рублей как будто бы это не стоит 289 рублей ну давай попробуем и за я первый раз довольно интересный какой-то и интересный привкус получился у этих яиц да отдельно вот этот маринад попробую я не понимаю я не знаю как объяснить опять-таки в данном случае вообще практически не острое блюдо несмотря на три вида перца хотя здесь один мы видим вид перца но это как будто они знаешь в чем маринованный типа соевый соус с сахаром разбавленный там три к одному с водой с перчиком и чесноком и вот в этом яйца полежали и в принципе вкус у них у самих яиц получился интересный то есть он такой вроде бы яйца с другой стороны они стали чуть-чуть плотнее то есть они более жесткие чем вареные просто перепелиные яйца и какой-то у них появился ореховый привкус как будто привкус кешью в этом есть вот я не знаю в чем в чем прикол как так получилось это какая-то ферментация магическое но реально вот привкус кого-то нежного ореха типа кешью или или кедрового ореха вот что-то что-то не знаю как вот как блюду к этому относиться я не могу ну чисто попробовать что яйца могут обладать другим вкусом это любопытно я бы не сказал что мне понравилось не сказал бы что не понравилось ощущение у меня смешанные так тому и быть все переходим к следующему блюду следующее блюдо называется капунги или капунги или капунги я понятия не имею как правильно это произносится по факту это жареные кусочки филе в кисло-сладком соусе заявляется так весить это должно неизвестно сколько давайте посмотрим сколько весит в принципе нормально под полкило 476 грамм и так смотрите внутри у нас бедрышко снаружи кляр и соус стоит такое блюдо 900 рублей что конечно ну как бы дорого но 500 граммов с другой стороны и в принципе тут прям вот мясо мясо ну точнее курица курица вот как до этого все было немножко как будто бы не до корейская здесь она как будто бы не до китайская то есть до панировка понятное дело что с доставкой она уже не хрустит ничего такого нет то есть панировка она очень вялая такая резиновая она легко сходит такая знаешь ну вымокшая короче клёклая откуда я это слово знаю ни хрена себе вспомнил слово клёклая мне кажется я второй раз в жизни его произношу или первый в общем нормальное типа блюдо но ну что-то не то что-то в нем в нем не хватает какой-то фишечки не хватает во-первых свежести то есть это блюдо точно надо есть только в заведении прямо только что приготовлены чтобы хрустела это будет вкусно но вот в таком исполнении с доставкой я бы еще брать бы себе не стал пожалуй и плюс маловато маловато соуса по ощущениям раз в два должно быть больше но съедобно у меня есть еще очень похожее блюдо вот которая больше похожая на корейская даже судя по цвету это блюдо называется я гнем чикен опять-таки куда ставить ударение яхэзэ здесь сверху еще помимо курицы в кляре и соусе еще есть арахис написано покрыто сладко острым соусом опять-таки граммовок не заявлено мы не знаем но весит это блюдо тоже довольно неплохо прям чувствуется 400 граммов чуть меньше чем предыдущая тем не менее немало вот такие вот филешки опять-таки есть меня подозрение что здесь та же самая курица что и в предыдущем блюде хотя не факт может быть здесь как раз куриное филе сейчас попробуем и вот ходь не они это тоже ребята бедрышки тоже бедра это конечно плюс карме давай попробуем пахнет уже вот здесь вот чувствуется паста качу диан такая же вот как в капусте кимчи они используют вот здесь она чувствуется то есть в прошлом блюде были просто такие стандартные кисло-сладкие ароматы еще хрустит еще хрустит ну вот это интересней она остренькая мне нра это блюдо поинтереснее и сама панировка и соус панировка может быть такая же просто она почему-то не вымокла опять-таки может быть здесь соуса чуть меньше чем в прошлом но вкус мне нравится конечно ничего не перебьет панировку киевси на курица да по кайфу но вот это вот в целом вкус мне нравится он такой сладкий острый кисленький очень хорошо вот это корейское блюдо по моему восприятию предыдущая была не до китайская ну пока пожалуй вот это самое как бы самый аутентичный ожидаемый вкус от корейской кухни из всех что мы попробовали вот здесь вот одобряю стоит такое 800 рублей тоже ну опять-таки 400 граммов там много панировки много но и курицы немало ребята у нас еще есть корейские роллы корейские роллы мне когда-то понравились за счет своей кунжутной кунжутного привкуса то есть там всегда как правило я надеюсь используют кунжутное масло которое дает вот этот ореховый прикольный аромат этим роллов ролл кимпап стоит 439 рублей здесь 10 штучек вот так вот тоненько-тоненько порезан ролл роз говядины ребята это не те роллы которые вы привыкли это не роллы с рыбой да это вот такая вот еда не ну к тому что ролл с рыбой тоже еда но просто корейские роллы они немножко про другой то есть формат подачи как ролл да но внутри там у них специфические всякие штуки например вот говядина здесь есть граммовки заявляется 200 граммов 293 давай вот соус уберем до 250 ну в принципе как бы ок давайте посмотрим что там внутри внутри у нас говядина омлет морковка и то ли лук то ли что-то такое там что-то зеленое я вижу опа стоять братец а это 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 огурчика немножко огурчика заляпал все 439 рублей ну в принципе что такое блюдо прикольно 10 кусочков говядина такая же как была в пи бим пабе все остальное тоже мы видели кроме омлета и в принципе все и огурцы и морковку мы с вами наблюдали то есть это пи бим паб завернутый в ролл никогда не понимал я корейских роллов тем не менее то что мне в них нравилось это именно этот кунжутный привкус он здесь есть но прям очень минимальный лютый соевый соус очень соленый без какой-то фишки не пойдет короче соевый соус мне не понравился отсутствие кунжутного привкуса мне не понравилось в целом такой кимпап я бы заменил бы на другой кимпап ну что у нас есть еще одно блюдо опять-таки согласитесь оно больше похоже на китайское блюдо курица типа кунг пау гобау джоу я уже я путаюсь в этих блин сорян ну я не китайцы ну вот как как знаю так и говорю мне нравится как выглядит болгарский перец курица кисло-сладкий соус все что в принципе мы с вами как бы ну нормально нормально относимся и я тоже такие блюда люблю пятьсот девятнадцать рублей стоит такое блюдо принципе выглядит она приблизительно так же как на картинке за исключением лука который идет подачи да и может быть мясо по ощущениям чуть чуть меньше чем на картинке весить должно 300 граммов весит четыреста тридцать здесь ничего прям такого необычного нет единственное что меня вот очень визуально радует вот эти куриные как они делают из курицы такие вот прям ровненькие шарики я не понимаю но здесь уже в описании четко написано что это куриная грудка то есть здесь никаких бедрышек нам не положено так болгарский перец ласточка дешевый используют хотя при этом тут есть и более дорогой вариант вот красный и желтый перец но и таким они тоже не брезгуют что в принципе я одобряю особенно вот для домашней кухни ласточка замечательно в сезон стоит копейки по вкусу охренительный до последнего думал что там внутри будет типа фарш ну потому что посмотри какие они все шарики как они делают вот такие шарики я не понимаю рисок заветрился заветрился рисок абсолютно пресный рис если он и варился на каком-то подсоленом бульоне то очень еле-еле соленым и откуда-то типа чувствую соль но мне кажется это я уже все накручиваю то есть рис просто рис соус опять-таки кисло-сладкий то есть он не нельзя его назвать сладко-остром он скорее кисло-сладкий хотя и островат немножко куриное филе чуть грустнее чуть грустнее чем вот например предыдущие куриные бедра в соусе мне вот эти вот понравились все таки сильно больше то есть если вот выбирать вот эти вот корейские корейская курица под названием которой я не выговорю вкуснее чем вот это а-ля китайская курица название которое я спаси чикин это называется конечно же выговорю гораздо легче вот такое вот оно заведение давайте какие-то итоги подведем я свое мнение скажу каждый раз когда я снимаю обзор на какой-то на какую-то кухню в которой я ничего не понимаю я ну так объективно давайте я не понимаю практически ни в какой кухне потому что я не повар и не кулинарный критик то есть я чувак который просто ну у меня какая-то напробованность жизненная есть ну блин 10 лет каналу да понятное дело что за 10 лет я куча всякого дерьма перепробовал и какое-то мнение есть она не всегда правильное но просто она какое-то есть я что-то про блюдо могу сказать но при этом совершенно не значит что это мнение она какое-то вот компетентная каждый раз когда я вот снимаю подобные обзоры меня немножко вот ну колбасит от того что ну типа я ничего не понимаю блин мне нечего сказать я каждый раз тревожусь на этот счет перед тем как начну снимать обзор потом я себя всегда успокаиваю тем что до какого черта блин я в этом-то и смысл как бы я все время забываю смысл обзоров на моем канале вот в этом-то и есть смысл и чтобы я попробовал ничего не понимая в этом и попробовал высказать свое мнение и подведя итог как бы стоит брать или не стоит для средняя скажем так славянского человека вот и как бы и сейчас то же самое произошло то есть у меня конечное мнение абсолютно точно сложилось относительно этого заведения она скорее приятная то есть не сказать что я бы в этом заведении бы там заказывал бы на по стоянке но при этом пожалуй если у меня будет стоять вопрос где я захочу корейской кухни я бы наверное себе не отказал бы вот это корейской станции я бы в принципе еды отсюда себе бы заказал но не все причем я бы заказал именно по той причине по которой я в какой-то степени и критикую этот ресторан что тут чуть легче воспринимается корейскость этой еды потому что потому что вот так они видимо сделали то есть то ли это специально то ли может быть ну не знаю банально они экономят на соусах у хрен их знает может быть они добавляют меньше каких-то дорогих специфических корейских соусов поэтому вкус не такой насыщенный но я воспринимаю это как скорее как благо то есть для того чтобы вот влиться в корейскую типа кухню наверное неплохой вариантик переходной и опять-таки мне здесь нравится что здесь не инстаграммная история что здесь не не тянущийся сыр в корн догах да блин чикорика если вдруг посмотрите сережа лебедев блин я обожаю то что ты делаешь если что чикорика это просто ну какая-то мега история супер популярная франшиза супер популярная тема но опять-таки благодаря таланту руководителя но там про инстаграм там как бы про тусовку да здесь больше про еду и пожалуй если выбирать может быть но я в чикорик то когда был то последний раз но вот кориан чик это как бы эти же ребята когда-то они вместе начинали был недавно обзор но так вот вспоминая наверное я бы все-таки вот блин дэб не стану что то что это блин принцип эскобара по большому счету вот если бы я пошел на улице куда-то я бы пошел в чикорика сто процентов вот в заведение домой заказать вот у этих бы типов бы заказал в принципе не обломался было что-то там где-то поправить вот кимпап получше сделать вот какие такие моменты ну короче прикольно есть любопытные вещи как вот эти маринованные яйца необычно в то же время не какая-то фриковая история то есть этот можно съесть кимчи который реально съесть и ты просто у тебя ну не сгорит желудок нахрен то есть ну тоже войти через них в корейскую кухню можно вот но наперегает меня то что они решили вот немножко позаигрывать понимаешь то есть там там даже какие-то запеченные роллы у них есть я уж не стал заказывать но это дичь какая-то запеченные роллы есть значит вот эти вот китайские околокитайские блюда ну вот оно типа не надо ну не надо надо вот зачем корейская кухня она конечно не такая на мой взгляд кайфовая как китайская в моем личном рейтинге ну а зачем когда и корейская кухня может быть сверх популярна популярнее блин black star бургер я опять-таки вспоминаю сергея лебедева и чикарика с их успехом вот я не знаю как подвести итог давайте вот здесь вот поставим оценки в целом норм и даже пожалуй какую-то рекомендацию от себя я дать могу я поставлю по критерию лайк даже пожалуй 5 баллов почему не знаю ну пусть будет так пусть будет так но кое-что конечно ребятам надо доработать вот вам всем огромное спасибо повторюсь что для того чтобы мы с вами иногда общались не только в формате вы смотрите и едите а я рассказываю и ем без обратной связи какой-то да для этого переходите в телеграм-канал здесь появляется qr-код который вы можете считать камерой своего смартфона либо перейти по ссылке в описании в наш телеграм и там мы с вами здорово будем общаться и обсуждать какие-то интересные штучки вот на сегодня всем спасибо за просмотр надеюсь было интересно если так то как обычно прошу поставить лайк написать комментарий что вы думаете про эту кухню и обязательно увидимся в скором будущем всем пока а 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 и о Продолжение следует...